Ребят, всем огромный-огромный привет! Сегодня хочу записать небольшой влог о подготовке к 1 сентября. Дело в том, что наш старший сын Богдан идет в первый класс. Это знаменательное событие, очень тревожное для меня, потому что нужно как-то перевернуть свою жизнь, влиться в новый график и темп жизни. Я думаю, что у нас все получится, но прежде нужно подготовиться хотя бы к самому 1 сентября и к учебному процессу. Я планирую съездить с ним в Мегу, купить кое-какие обновки к 1 сентября и к учебе. Кроме того, хочу прибраться немножко в детской комнате, оптимизировать организацию рабочего стола, чтобы ребенку было удобно и комфортно заниматься, чтобы все было под рукой. И также немножко прибраться в гардеробные, отделить вещи повседневные от вещей школьных. Поэтому, если вас эта тема интересует, то продолжайте смотреть. Зашли в Зару детскую, смотрим, что здесь есть в школе. Насчет обуви не знаю, потому что... Ну вот, в общем-то, тут вроде бы что-то есть такое ортопедическое более или менее. Выглядит прикольно. Должны быть кожаные, потому что стоят 3 тысячи. Такие еще тоже классные. Не знаю, с черепами можно, нет, в школу носить. Рубашки. Но она же белая, да, Багдашка? В первую очередь она белая, а потом уже тут черепа. Класс? Такой вариантик. Мне нравится. Не слишком официально, немножко расслабленная, но в такой классической цветовой гамме. Красавчик. Такой спортивный костюм мы выбрали. Чуть-чуть, чуть-чуть побольше по размеру, чтобы он сразу же не вырос из него. Еще нашли вот такие классные кроссовки белые. Я сама неравнодушна к таким. Багдашке тоже понравилось, да, Багдашке? Да. Иди, пройдись. Пришли перекусить, так как я не ем сладкое, и всякую блеку тоже не ем, поэтому сижу с водичкой, а Багдашка у меня лопает макчикен. Вкусно тебе! Сейчас еще зайдем в пару магазинов, посмотрим кое-что. Такой еще нашли пиджачок. Классный, мне нравится. Он такой фактурный, держит форму. На 1 сентября самое то. И очень приятные штанишки. Итак, смотрим, что мы купили. Носки белые купила, укороченные. А также для школы вот такой набор сдержанных оттенков, уже подлиннее, потому что на осень, на зиму, чтобы ножки были прикрыты. Вот этот пиджачок. Штанишки синие. В нашей школе разрешены такие брюки, классические. Главное, чтобы не было строчки декоративной, оранжевые, либо какого-то другого цвета. Еще одни синие, немножко другого качества. Это из Zara. Zara зарекомендовала себя неплохо. Мне нравятся их вещички. Долго носятся они. Посмотрите, эти совсем-таки полуспортивные. Но тоже синие, без строчек. Поэтому думаю, что подойдет. Я сама не любительница. Это очень строгой одежды. И также и ребенку я не считаю, что ему нужно ходить в брюках классических со стрелками. Такая рубашечка. Очень мне она понравилась. И вроде белый верх, но в то же время не скучная. За счет своего принта. Воротничок интересный. Бубашка тоже, да, она как будто бы белая. Вроде бы как все в порядке. Но здесь такие тоже рисуночки интересные. Мне тоже нравится. Ну, нужно, я считаю, что с юмором относиться ко всему. Вот такое поло. Ну, поло я сама люблю тоже для себя. Стоило недорого. По-моему, 500 рублей. Да, 500 рублей. Там в цветах белый, серый, синий. Все базовые цвета представлены. Качество хорошее. Костюмчик вот такой. Багдашка выбрал сам. Там было несколько вариантов. Он такой мне понравился. Я не возражала, потому что футболки обязательно у нее должны быть желтые. Синий и желтый хорошо будет сочетаться. Такая хорошенькая толстовка, футер с начесом. Мне понравилось. Всегда после покупки новых вещей я в первую очередь срезаю все-все-все, что может колоться. Здесь бирочки. Также бирка внутри обязательно. И состирываю все это. Сейчас я это все и сделаю. Потом отгладим. И я буду развешивать все. Так, сейчас быстренько покажу детскую нашу. Еле-еле заставила детей прибраться. Здесь хотя бы более или менее. У нас, как вы видите, гарнитур детский уже имеется. Мы не стали покупать маленькие кроватки, маленькие столики. Мы сразу купили несколько лет назад настоящие сталые письменные и хорошие кровати, которыми они смогут пользоваться на протяжении, ну, я не знаю, наверное, всей жизни с нами. Поэтому мне кажется, что это очень классно. Лучше больше, чем меньше, так сказать. Вот у нас практически все и готово. У нас нет только стула для Багдаши. Скорее всего, этот, конечно, нужно будет заменить на какой-то более подходящий, более удобный. Вот здесь у него куча всего лежит с занятий, с прошлых. Я это сейчас все буду тоже разбирать. Также разберусь вот здесь. Ну, тут так более или менее, скажем. Разберу вот эти ящики, уберу все ненужное для того, чтобы под рукой оставалось все только самое необходимое. А также у нас имеется вот такой стеллаж и комод. В моде хранятся вещи, а здесь игрушки. Тут фотки. Если помните, с Богданом мы вместе делали такие интересные весюльки. И такие же наподобие висят у нас вот здесь на люстре. Ничего я это убирать не буду, потому что дети все равно маленькие. Это ничего не значит, что они идут в школу. Игрушки в любом случае еще останутся. Просто я кое-что уберу, кое-что хочу раздать. И в первую очередь сейчас я сниму вот это покрывало и налочки с подушек. Все буду стирать. И обязательно почищу ковер. Давали нам на него гарантию всего года 3-4. Но он у нас уже лежит лет 6. Выглядит уже не супер хорошо. Но тем не менее, я пока от него не спешу избавляться. Вот здесь, кстати, лизуна сейчас буду оттирать. Потому что Мирон еще маленький. Он еще пачкает все. Он еще чуть-чуть, маленько еще подрастет. Через годок заменим. Кстати, вот эти подушки я шила сама тоже, наверное, лет 6 назад. Багдашка был совсем еще маленький тогда. Так вопрос о том, когда я начала творчеством заниматься. Очень давно. И, кстати, я их постоянно стираю. Ничего, нормально все снимем. Тут вот замочек. Все как положено. Так, сейчас, пока мальчишек нет, я пропылесошу палас хорошенько. И ванишем немножко его помою. Мне нравится, как ваниш работает. Не на 100%, конечно. Поэтому, если у вас есть какие-то советики, и вы знаете какой-то более совершенный способ мытья ковров, то делитесь, пожалуйста, со мной. Я буду очень признательна. Кстати, если кто не знает, как убирать лизуна с одежды или с какого-то другого места, он очень боится горячей воды. Если вы стираете что-то, то на несколько минут замочите в горячей воде. Ну вот, видите, и, в принципе, отходит с ковра тоже. Такая-то бяка-шмяка, но почему-то все дети очень ее любят. Важно ковер не переувлажнить, а слегка-слегка касаясь нанести вот эту пену. Представляете, чищу я ковер, а самой жутко хочется пойти доделать сережки, которые я начала, которых прямо там осталось у меня немножечко совсем. Работа с ними. И вот и думаю тут, то ли кумный, то ли красивый. Ну ладно, ковер сейчас уже доделаю, чтобы он высох до вечера точно. Может быть, на сережке еще время хватит. За этой дверью находится гардеробная, о которой могла бы помечтать любая модница. Мы предусмотрели этот момент для детей. Очень удобно. Здесь слишком много вещей. Половины они уже выросли, поэтому я сейчас буду все это перебирать. И хочу сделать отдельный отсек, только с висями для школы. Убрать немножко коробок от лего. Здесь я уже приготовила вещи, какие отдать другим людям, которым они понадобятся больше, чем нам. Вот эти вот рубашечки, к сожалению, тоже уже малы. И даже Мирошкин. Поэтому тоже избавляюсь от них, чтобы они не занимали слишком много места. И часть Багдашкиных лонгслив перекочует в Мирошкин гардероб. Двое однополых детей. Это очень экономно. Навела порядочек в очередной раз. Можно заново. Теперь нужно еще разобрать вот этот вот весь завал. Посмотреть, что нужно, что не надо. Это на подготовку он ходил, к школе. Наверное, уже... Уже, наверное, не нужно это ничего. Наверное, я все буду выкидывать, потому что смысла хранить это все. Нет вообще никакого. Кстати, Багдашке очень нравятся вот такие книжки-наклейки интересные. Здесь не только наклейки, но еще и история небольшая. Солдаты, рыцарь, самолеты. Но они уже тоже все использованы, поэтому выкидываю все. И так, кладу на место. Здесь карандаши, здесь запасные ручки, здесь новые карандаши. Здесь очень много стера, которыми у нас пятерочка, кажется, нам дила. Спасибо ей за это. Линейка, карандаши. Кроме этого, еще есть два стаканчика с карандашами и с фломастерами. Фломастеры я сейчас себе посмотрю, чтобы они писали. Если какие-то писать не будут, то сразу выкидываю. А карандаши поточу. Тоже посмотрю, насколько они пригодны или нет. Лишнее тоже выкину. Ну, в принципе, и все. Бабочка, галстук есть. Наряд есть. Рюкзак есть. Карандаши поточены. Кстати, ковер хорошо очень даже оттерся. Даже от лизуна не осталось, если да. И еще кое-что мне осталось сделать. Хочу я сшить галстук-бабочку. Багдашки не смогла найти. Ничего подходящего. Мне нужно было именно в синим цвете. И у меня такой нашелся кусочек ткани. Синий бархат. Прям как название фильма. Дурацкого. Сейчас быстренько сделаю своими руками. Проклеила кусочек ткани я дублерином, потому что ткань мягкая, не держащая форму. И вот таким образом заутюжила сюда-сюда, справа и слева. Такая заготовочка получилась. В этой же ткани я вырежу небольшой прямоугольник. Так сшила, чтобы не болталась. И теперь просто складываю таким образом. Вот таким. Прошиваю. Наверх буду пришивать вот этот лоскуток ткани заутюженной. Но прежде сюда пришью резинку. Мне кажется, так здорово на какое-то важное событие ребенка, что-то сделать для него своими руками. Вот, по крайней мере, у меня так. Интересно, как у вас. Напишите, если тоже у вас желание такое возникает. Мне кажется, что я даже, может быть, когда он жениться будет, тоже что-то сделаю ему. Он мне скажет, мать, отстань от меня. А я скажу, нет, сыночек, я тебе сейчас сошью тут что-нибудь. Запонки сделаю из бисера. Но вот эта бабочка такая, знаете, будет немного гротескная, немножко китча. Потому что бархат ткань, скажем так, с претензией, вечерней. 1 сентября это не вечернее мероприятие. Но так подчеркнуть то, что это празднично, то, что это значимо и важно. Таким образом, мне кажется, можно. Ну, кроме того, это, на мой взгляд, выглядит стильно. И интересно не сбито. Плюс разные фактуры, пиджак, брюки и вот такая вот бабочка. Классный, мне кажется, аксессуар. И таким образом мы подготовились к 1 сентября. Еще нужно купить букет, нужно нарядиться. Но бабочка есть, самое главное, мамкиными руками сделанная. Есть ранец, подготовлено рабочее место. И, в общем-то, бабочка сам готов покорять новые вершины. Поздравляю вас всех с праздником, с началом учебного года, с Днем Знаний. Пусть этот год будет успешным, удачным и богатым на хорошие оценки. Всего вам самого-самого хорошего. Надеюсь, что вы не заскучали со мной это время. Пишите комментарии, что думаете. И всего вам самого-самого доброго. До скорых встреч. Пока-пока.